Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, услыши молитву сию. Настави смиренно и усердно исполнить волю безначального Бога и Отца Твоего Небесного под покровом Бога Духа Святого. Прости грехи на великой звоннице предстоящих и Тебе молящихся, Павла, имена громко. Да, Сын. Спаси и помилуй, Сергей и Василия. Спаси и помилуй, епископ и пресвитр и диакон, служители церковные, в монашестве и военчестве сущие, начальники, наставники и благодетели, всесродники и все православные христиане. Спаси и помилуй, блаженнейшего Владимира Митрополита Киевского, всей Украины, высокопреосвященнейшего Павла Митрополита Выжгородского и Чернобыльского, высокопреосвященнейшего Антония, громко говорим, архи-ректора нашей семинарии. Владыка Христе Спаси, и весь безвидный людям мысли высокую, просвети и прибави ум святом разума Твоего, укрепи множецерковь Твою Святую Соборную Апостольскую по всему лицу земли. Благослови и сохрани святые храмы и обители православные, и грады же и веси этой деревни во всей Святой Руси. Призри же сугубо на Святую Успенскую, Лавру, Киевскую и Печерскую. Настольный город Киева же есть воистину Матерь всех городов русских, на Украину, державу нашу, ну и на державы Варши. Дева власти и воинства во благо народа управе. Даруй людям здравие духовное, душевное, телесное. Даруй веру правой, молитву сердечную. Даруй образ покаяния нелицемерной и грехово оставления по великой милости Твоей. Даруй родовой семье крепких умножений, и чад боголюбивых рождений, и сирот восстановления. Даруй людям в доме достаток праведными трудами своими, да поживем в житии радостное долгоденствие на непорочные мирные, хранимые Тобою. Владыка Христе Спаси, звонники в Печерской лаврах храма в монастыре, силой небесной благодати Твоей исполни числом умножи. Да утолятся же и утешатся, и пристанут, и по молитве, и глазам звонов сих, и силы твердземной сотрясающие и сокрушающие, силы бездну моря возмущающие, а воздухи вредоносные и тлетворные, бури ветреные, несущие облаки градные и дождные, огонь все на земле испепеляющий и прочие напасти, да услышат люди звон салибоносные во благочестие и вере правой, да укрепятся и заповеди Твоих исполнению доревнуют, и к церкви на молитву и словословии имени Твоего Святого да притекут и до прославия молитву и звоном колокольным, единосущного и три единого Бога, Отца и Сына и Духа Святого. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери, Богородице и Преснодевы Марии, силу честного и животворящего креста, власти заступления святого архистратига Божия Михаила и всех честных небесных сил бесплотных, молитвами святых славных апостолов, святых светлых добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отцев наших Антония Феодосия, всех преподобных Печерских и всех святых от века жизни благою Тебе, угодивших вуды, как Христе Спаси, помилуй и спаси нас и всех людей веру и правду тебе, служащих во всех концах земли». И второе, что вы должны вынести, что сейчас активизировались работы по ремонту звонницы, а это все не происходит так. Вот несколько дней назад наместник перед отъездом в паломничество принял одно важное решение, после которого у людей есть дополнительное благословение и дальше продолжается работа. Там есть вот кое-что, которое звонит, 7150 килограмм, это колокол всех святых. Вот это ключ к этому делу. А дальше вы пойдете и послушаете, пока его нету. И там, Сергей Петрович, если у вас будут какие-то вопросы, вы у него спросите, потому что надо, чтобы, ну, естественно, человек был, который понимает в этом деле. И будете, когда слушать, молитесь. Значит, запомните, что надо молиться за митрополита Владимира, за митрополита Павла, ну и, естественно, за своего начальника. И в результате, я думаю, что у вас будет незабываемое впечатление. Но вот вы, когда пойдете, то вот посмотрите, какая там работа идет громадная. И вы можете людям смело рассказать, что сейчас, как бы, вот церковное благословение воплощается там очень активно. То есть это можно говорить. И тоже молитесь, чтобы все это было удачно. Так что поэтому я вас поздравляю с наступающим воскресеньем. Идите. Значит, там стоят люди, очень неудобно.